Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжим разговор о творчестве Михаила Афанасьевича Булгакова. И, конечно, каждый раз надо уточнять, входить в подробности той или иной темы. Мы говорили о прошлом, о былом, о ретроспекции, которая была создана Булгаковым в 20-е годы. Он вспоминал свои детские впечатления о городе Киеве, он вспоминал о событиях, трагических событиях, которые произошли в 18-20-м годах. И нельзя не сказать о том, что, может быть, лучшее, самое достоверное, самое при этом подобное истинной эмблеме истории насилия дана именно Белой гвардии Булгакова. Трудно сопоставить с чем-либо сцену из 20-й главы Белой гвардии. Мне приходят на ум только некоторые фрагменты из Канарми и Бабеля. Но и они меркнут перед сценой убийства еврея у Цепного моста. Что здесь приходит в голову? Для Булгакова с началом его литературной карьеры стали очень важны деньги, гонорары, вопрос оплаты. И поначалу во Владикавказе, когда он стал сотрудником местного ЛИТО, ну, все шло нормально. Он получал заработную плату, а когда стал писать пьесы, он писал пять пьес, самые ранние его пьесы именно Владикавказского периода, то и вовсе дело пошло неплохо. И вот Булгаков почувствовал вкус литературного заработка. Литератором, профессионалом почувствовал он себя во Владикавказе. Мы знаем это наверняка в связи с пьесой, единственной сохранившейся из того времени под названием «Сыновья Мулы». Эту пьесу Булгаков сочинил в тесном сотрудничестве с, как он выражался, туземцами. То есть быт местных кавказских племен он изучал на месте, и под руководством знатоков в итоге получилась эдакая кавказская драма-вестерн. И как восприняли эту вещь местные жители, он написал в записках на манжетах, восприняли они это как свою вещь. Хорошая пьеса, великолепная пьеса. И на самом деле много денег получил Булгаков за это. Я говорю об этом к тому, что Булгаков очень часто говорит о платье, о платье и о возмездии. Дело в том, что счета, кровавые счета гражданской войны, по мнению Булгакова, как он говорит в заметке, грядущие перспективы, считающиеся вообще самым первым напечатанным текстом Булгакова, эти счета будут оплачиваться нами очень, очень, очень долго. И плата за кровавый разбой, учиненный по нами, поляками в Киеве, мы помним об этом, и плата за те преступления, которые совершали красные, совершали петлюровцы, эта плата все еще с нами. Мы понимаем, что Булгаков прав, мы платим по счетам до сих пор. Но есть неоплачиваемые беды, неоплачиваемая трагедия. Именно такой является убийство еврея при входе на цепной мост. Сам по себе мост, мы помним, для Булгакова сверхзначимый топос Киева. Он был разрушен поляками, и в 20-е годы Булгаков видел обнаженные и не несущие на себе уже никакой живой металлической сущности быки этого моста. Но у входа или при входе на мост совершилась величайшая трагедия романа «Белая гвардия». Я прочитаю этот отрывок из 20-й главы. Велик был год и страшен год по Рождестве Христовым 1918-й, но 19-й был его страшней. В ночь со 2-го на 3-е февраля у входа на цепной мост через Днепр человека в разорванном и черном пальто с лицом синим и красным в потеках крови волокли по снегу два хлопца. А пан Куриной бежал с ним рядом и бил его шомполом по голове. Голова моталась при каждом ударе, но окровавленный уже не вскрикивал, а только ухал. Тяжко и хлестко впивался в шомпол, впивался шомпол в разодранное в клочья пальто, и каждому удару отвечала сипла. — Ух! — Ах! — А, жидовская морда! — иступленно кричал пан Куриной. — К штабелям его на расстрел я тебе покажу, как по темным углам ховаться. Я тебе покажу, что ты, рубыв за штаблем, шпион! Но окровавленный не отвечал яростному пану Куриному. Тогда пан Куриной забежал спереди, и хлопцы отскочили, чтобы самим увернуться от взлетевшей блестящей трости. Пан Куриной не рассчитал удар и молниеносно опустил шомпол на голову. Что-то в ней крякнуло, а черный не ответил уже «ух!». Повернув руку и мотнув головой, с колен рухнул на бок и широко, отмахнув другой рукой, откинул ее, словно хотел побольше захватить для себя истоптанной, и унавоженной земли. Пальцы кричковато согнулись, и загребли грязный снег. Потом в темной луже несколько раз дернулся лежащий в судороге и стих. Над поверженным шипел электрический фонарь у входа на мост. Вокруг поверженного металли с тревоженной тени гайдамаков с хвостами на головах, а выше было черное небо, с играющими звездами. И в минуту, когда лежащий спустил дух, звезда Марс над слободкой под городом вдруг разорвалась, замерзшая ввысь и брызнула огнем и оглушительно ударила. Вслед звезде черная даль за Днепром, даль, ведущая к Москве, ударила громом тяжкой, длинной. И тотчас хлопнула вторая звезда, но ниже, над самыми крышами, погребенными под снегом. И тотчас синега и даматская дивизия тронулась с моста и побежала в город, через город и навеки вон. Следом за синей дивизией волчьей побежкой прошел на промерзших лошадях курень козыря Лешко, проплясала какая-то кухня, потом исчезло все, как будто никогда и не было. Остался только стынущий труп еврея в черном у входа на мост, да утоптанные хлопья сена, да конский навоз. И только труп и свидетельствовал, что Петура не миф, что он действительно был. Дзинь, тренинг гитара турок, кованый набронный фонарь, девичьи косы, метущий снег, огнестрельные раны, звериный вой в ночи, мороз. Значит, было. Он грызь до работы, вгрызь порванный чоботый. А зачем оно было? Никто не скажет. Заплатит ли кто-нибудь за кровь? Нет, никто. Просто растает снег, взойдет зеленая украинская трава, заплетет землю, выйдут пышные всходы, задрожит зной над полями, и крови не останется из следов. Дешево кровь на червоных полях, и никто выкупать ее не будет. Никто. Мало кто знает, что Булгаков сочинитель, великолепный пародист, филитонист, сатирик, писал и стихи, ну, разумеется, за своих персонажей. И в романе «Белая гвардия» имеются замечательные по своей сатирической глубине и мощи пародии на футуризм. Сама организация киевских поэтов, которые заседают в клубе кафе «Клак», ну, на самом деле, неблагозвучное словцо, но это пародирует действительно реальное кафе «Хлам», которое было в Киеве, может быть, не менее неприятное слово, но, тем не менее, оба слова «Клак» и «Хлам» отражают отношение Булгакова к начинаниям декадентской публики в Киеве в эпоху 18-19 года. Так вот, в этом клубе «Клак» в романе «Белая гвардия» главенствующую роль играет некий Шпалянский Михаил Семенович. И это фигура, на которой много спорят филологи. Кто был прототипом Шпалянского, есть ли непосредственные, ну, как бы, причины для создания подобного характера в атмосфере и в культурной жизни Киева того времени. И вот вторым человеком по Шпалянскому, по тексту романа, является некий Иван Русаков. Эта фигура уже крайне интересна, поскольку выражает то, что можно было бы назвать психопатологией футуризма авангардного творчества с точки зрения Михаила Булгакова. Надо сказать, что в Киеве издавна была традиция критики авангарда. Был некий Зак Ржевский, психолог, профессиональный психиатр и психолог, который писал книги на тему о психопатологии творчества и полагал, что футуристы никто иной, никто иной, как рыцари безумия. И то, и другое, и рыцари, и безумия, особенно в сочетании эти два слова, они дают представление о романтическом порыве, очень близком к иноумию, если не к сумасшествию. Именно это и подчеркивает Зак Ржевский. Так вот, Булгаков-врач, Булгаков-знаток психологии и творчества следует по пути своего земляка и наделяет Русакова не такой, чтобы психологически, но скорее видимой и ощутимой, очень конкретной болезнью, недугом наделяет его, который, этот недуг, поедает его изнутри. Это сифилис. И на самом деле эта болезнь, этот недуг очень выразительный. Он говорит о греховности, он говорит о греце, которое проедает изнутри Русакова, но и Турбин, полковник Турбин в романе «Белая гвардия» никто иной, как венеролог. На самом деле он лечит болезни, подобные тем, которые одолели поэт. И вот Русаков, безбожник Русаков, поэт, который основной своей темой взял тему безбожия, антибожественных неких сентенций и так далее. Его сочинение «Богово-логово» это своего рода шедевр рыцарского безумия таких безбожников и футуристов второго или последнего поколения, вырождающегося футуризма. И Булгаков великолепно пародирует эти стихи, безбожные стихи. Но Русаков с недаймой недугом в конечном счете проклинает свои безбожные стихи. И, наверное, к этому стремится Булгаков. Он стремится открыть глаза футуризму на то, что поход против Бога, объявление Бога медведям, сосущим лапу в своем логове, это приговор самому себе, это приговор выдающемуся авангардному движению, которое имеет много вершинных явлений. Мы знаем, что Булгаков не раз соприкасался с футуристами, и многие контакты были плодотворны. Полагаю, что нельзя говорить о том, что Булгаков не приемлет авангарда вовсе. Но он явно и несомненно сторонник умеренного авангарда. И таких выдающихся представителей авангарда, как Маяковский, Булгаков умеет ценить. Но встречи с Маяковским, как правило, это конфликт, и как правило, это пикирование. Булгаков и Маяковский равно остроумны. Но, пожалуй, еще важнее то, что Русаков как бы в конечном счете, проклиная свои безбожные стихи, проклинает и Михаила Семеновича Шпананского, предшественника сатаны, Киевский, в сущности, создав свой магнитный триолет, объединение поэтов в Киеве, провел мысли киевлян, души и головы киевлян, такие, как Русаков, мысль о том, что все шатко, все релятивно, и все пора привести к общему знаменателю, завершить. Этот апокалиптический образ, предмет отдельного разговора, к нему мы еще вернемся. Весь ваш Виктор Кравец, до следующих встреч, пока.